дисклеймер привет я третий сегодня мы с тобой продолжим проходить дом на холме да это уже третья часть и скорее всего смотрел территорию и заметил не запертое окно последний обойти фасад найди его открывай и пролезай внутрь я скажу что делать дальше так тут мы скорее все не пройдем значит нам он имел ввиду куда-то в эту сторону пойти и раз мы уже все равно знаем что примерно на 20 минут один предмет правильно примерно от этого времени будем отталкиваться так вот сюда да куда-то да а лиза старшего у меня такое чувство что мы должны заглянуть в подвал я же сказал чердак был значит подвал еще в предыдущем выпуске хотел случайно заглянуть подал его бывшая семья а пацан сфотки на твоего похож я конечно ни на что не намекаю но твоя жена с ним случайно не знакома да ладно прикалываюсь я мрачные стены и куча книг ося знаний приятель чем больше знаешь о мире тем четче видишь его чудовище попробуй пройтись по коридорам нам нужен спуск вниз да я примерно помню где он должен быть вот сейчас а где-то справа и вниз под вас а вот тут и жерелье а не жить все значит это третье вот 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 этот и ответы внизу подвали нам нужно туда и сразу фонарик мигать стал ты слышишь символы какие-то появились нужно менять наушники да 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 что-то мне это не нравится эту штуку и зачем я вообще-то поставили сейчас по любому пацан должен бегать мать была отец гулять и сказал что где-то здесь хранится раритетный нож проверьте все ты его узнаешь хорошо без проблем ой сына наверное самый страшный будет эпизод потому что он сейчас покажет нам что он видел это вообще жизнь будет койки да да зачем кому-то жить под оцепняком здесь иммигрантов прятали наверное фрагмент потерянного журнала наверно бумаги остались овальные пятна похоже что над ними плакали это странно в последнее время я все чаще так я помню здесь у нас такая вот штука волшебная это странно в последнее время я все чаще вижу один и тот же сон мой мальчик снова со мной мы идем по пещере из синего камня и о чем-то говорим доктор считает что это вызвано моей не готовность и смириться с его уходом он прав конечно я могу смириться мой сын погиб я заметила что когда мы спим в гостевой спальне на первом этаже эти сны становятся чуть интересно что будет если я усну в погребе чем ниже я опускаюсь тем четче вижу эти сны мой мальчик зовет меня он может вернуться нужно только услышать что он хочет ой 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 с мы будем в полной темноте играть и слушать куда он нас будет что ли звать на это тоже мальчиками было эти шахматные фигуры какие-то странные может у тебя получится их где-нибудь использовать да я примерно понимаю что они имеют ввиду это конь это типа дома это король это слон и я просто не знаю как каменные фигуры называется вот это вот что это за фалс такой да я знаю какой вот этот год давай вот это вот сюда поставим допустим дальше что мы точно знаем вот это это замок вот теперь понять что из этого короля что королева ну предположим гипотетически что это возьмем вот так это король значит это королева вот мы решили эту задатку вообще несложно было теле тут все так это шкаф должен отодвинуться да там вот следы какие ну и чего ты ждешь так я уже зашел и пришел это что пещера казалось обычно я чувствую себя нехорошо ты слышишь шепот я этот шум что мы здесь делаем не показалось что это из остатков людей из костей типа пещера состоит еще и фонарик мигает падла да очень шифта тут конечно не хватает было бы идеально если ты чё за хуйня было было бы идеально если что там сошел короче было бы идеально если в хоррор добавляли верт я не слышу что она говорит очень-очень тихо короче как тут темно работал свет короче было бы идеально если входа этого не может здесь быть ты меня слышишь это место создана для важной цели я хочу сказать тебе что-то просто не могу я слышу что-то и теряю мысль вот я тоже я что-то хотел сказать да я говорю было бы идеально если в хоррора добавляли возможность бегать и при этом говорили вы вам бегать не нужно будет это просто что вы могли быстрее передвигаться чтобы я был спокойный и не ожидал того что мне надо будет убегать от кого-то короче короче не надо нам ходить везде во все тыкаться просто идем туда куда нас направлять то есть в данном случае по коридору какой конченый фонарь у нас хера не светит челюсть упалена кровь 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 гости те кто построил это место или приходил сюда больше но я думаю тех кто приходил сюда позже к ушам но вряд ли вы сохранились в таком хорошем состоянии так нам куда теперь скорее вот сюда туда из кроватка вентиль а от чего понял значит надо искать теперь куда нам его применить мы нашли что применить а куда пока не опа скомканная записка она там на листке бумаги и и вырвали из какого-то дневника взаимодействия я нашла это место и здесь было все чтобы его вернуть по крайней мере и на время все элементы на месте но я попробую уже месяц козы бараны свиньи уже разрезали больше десятка ничего не подходит сердце легкие пищи мне нужно найти другого донора может хватит и моего сердца тогда ты вряд ли сможешь закончить ритуал все успешно сердце вырезать так и чего м куда вентиль использовать странно так скорее всего нам надо вернуться правильно и там я видела решетку с правой стороны но теперь справа стороны скорее всего куда-то туда использовать тому же люстра до сих пор не упала на должна пугать да вот я сказал теперь все нормально так теперь но вон там где-то должно быть чуть-чуть за звук погремушки какой-то во 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 вот решетка а нет вот я про это говорил и вот она да вот пусть давить эти можно спускаться а зачем они сюда вообще пришли в этот раз нам кстати таки не сказали ему сейчас найдем без наверно какую-то детскую игрушку до тихое место есть где прилечь дурак блин я тут не рискнул спать жутковатое место а я не в ту сторону пошел куда я пойду куда я войти не могу а там кто-то стоит пошли к нему чё я поделаю же чувак ты будешь меня пугать или нет это конечно рожа это его кок родители ждали сына а пришел он а типа и тирадаки хотели возродить сына да но появился этот монстр а мы за ножом в этот раз пришло все суши но это час очень страшно это был подарок на день рождения держит его здесь точно держит его здесь делать короче первый раз было во второй раз ожерелье 3 нож хорошо мне интересно что за зеленой дверью да и может мне стоит за один выход записать просто прикольная хуйня я тебя хочу на заставку взять другие части он имеет виду тело а все еще легко было но это вообще третья часть этой игры не страшны точные третий этап игры такое знаешь просто ходим в предыдущий да меня напугали неоднократно здесь слабенько я вот еще подумал мы же не знаем сколько будет последняя дверь делиться правильно я думал может за один выпуск успеем списать ну что ты 11 минут мне кажется мы уже довольно таки далеко зашли скоро завершим этот уровень проткни его быстрей заставку возьму по-моему он продолжает двигаться сохранение где троги . включите м с какому твою мать все заново прям все части тела да 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 я смысл понял хорошо сейчас мы точно не должны убедить но же сам автоматически давно вроде автоматически должен к нам возвращаться да что интересно старе у меня до сих пор плоско губцы и отвертка есть ибо это бах либо мы еще используем их да ладно думаешь финальной части нам три раза да думаешь да наверное так наверно в финальной части мы должны будем все обойти за последний раз все заново пойти убежать от этого потом подняться на чердак и суши ты довольно таки медленный чувак а чего ты вообще сделал если это родители так сына собирали то что у них явно проблем с анатомией прям очень все большие а я даже и так вот прикольно вот даже у так вот для заставки шкафа все отлично а теперь чё все так чё я понимаю извини ему нужно было заменить сердце я должен был что-то сделать учебе приеду да ты чё офигеть просто из 14 минут прошли да значит сейчас запишем и финалочку офигеть а что если это история каждого из воров которые пришли сюда он каждый раз нового человека заманил конечно ты хорошо придумал так что теперь замок здесь электронный система чуть сложнее чем я же сказал да 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 а теперь мы все три этапа скорее всего за один раз пройдем вот эту дверь мы еще ни разу не заходили лишь бы скорее все еще будем по этому дому ходить довольно таки много я очень много дверей наверное уборщица приходила не бойся по ночам ее не бывает вот эту дверь еще не открывали ни разу а вот мы ее и открыли а это кухня дамы через нее проходили уже о чёрт так все нормально он наверно просто сосиски любит готовить хозяин вроде охоте у тебя получилось открыть хорошо но может не какая странная штука я думал что таких кинжалов не бывает ожерелье всегда напоминали мне ошейники забавно как легко можно спрятать правду за золото как по мне выглядит как фальшивка пойдем мы пришли за другим иногда лучше не знать что происходит на самом деле ну тогда давай прогуляемся ты уже знаешь завязку кто-то придет кто-то попытается тебя убить вопрос в том кто именно вау очень страшно теперь учиться не думай о том что сейчас видишь просто отвернись и не обращая внимание у тебя это всегда отлично получалось ух ты шефа прикольные реально чуть страшновато если было бы хотя бы еще одну сферу хотя бы чуть-чуть пылить музыки на задний фон было великолепно и там справа со мной что-то мигает за записи знаешь иногда в жизни наступает момент когда ты чувствуешь себя в ловушке нужно просто повернуться да и все изменится и когда кажется что идти некуда ты принимаешь любой появившийся выход да 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 частота пробежать смотри должен быть это фотография я уже вижу что это фото высота положение какого размера это крысу большого это фотография да я уже отсюда понимаю что происходит в этом доме почему я все время в него возвращаюсь ты наверняка много думал об этом или наоборот старался об этом не думать дебил сука испугал меня да ну нахуй рассказал себе все три этапа будет спокойно и ты уже разобрался и дальше я приготовил тебе небольшой сюрприз играл вообще классно мне нравится прям века лет страшно не сказал бы что прям сильно но это гараж моего дома смея собьет кирам машин шаг но тебя здесь не было да то с нее начиналось каждое новое дело о чем ты думал перед тем как отправиться в тот дом я делаю это ради семьи этот раз точно последний но в этом ты был прав не понял а фотографии все ради них твоя любимая мысль да они ни о чем тебя не просили но ты ведь уверен что крал только из-за них адреналин не имеет к этому никакого отношения перед тем как уйти давай-ка проверим как хорошо ты все запомнил открой щиток и перережь синий провод слушай как классно это вау а действует всего одна концовка что если я не буду это делать я просто уйду но хер там я понял скорее всего всего одна концовка тут выбор здесь и не такой же большой мне нравится дело было проще простого перерезать синий провод а ничего да да тут короче чтоб я не сделал это один и тот же скрипт на все да-да-да это мы уже видели ты хочешь вернуться к семье может найдешь нормальную работу восемь часов в день шесть дней в неделю ух ты это хороший график где ты такой нашел стабильно скучно нет ты же всегда был выше этого понимаю ты хочешь остаться со своей семьей если решил отказаться от дела я не могу тебя задержать оставляй наушник и уходи больше ты обо мне не услышишь сейчас выбор двух концовок либо эту домой либо иду на дело и не хочу вторую концовку открыть мне прям интересно извини я пошутил козел хочешь что этот дом изменился и теперь живу я что это за место и погиб или сошел с ума в тюрьме но в любом случае теперь ты со мной это ведь не могло произойти по твоим не так и не мог ошибиться наверняка там просто не было нужного провода или может с тобой был напарник который дал тебе неправильную подсказку это не могло быть твоей виной ведь ты хороший человек это не может быть твоей виной я стою потому что чтобы текст успел закончится потому что когда начинается следующий текст он это просто выключать и все мы подумали насчет этого рука я уже сказал ведь коллег на камне туда стоит твою мать уже можно идти на заставку возьму так же куда мне там бежать а так отлично но я думал мне хватит как-то близко цвет вот это несколько у вас тут даже очень много не по кругу только не по кругу пожалуйста кашка не полиция сообщает что нашла виновного в гибели молодой семьи погибшей в ходе ходе пожара на востоке Лондона. Им оказался 23-летний уроженец Лондона по имени... Попытка ограбления закончилась трагедией, когда неудавшийся грабитель попытался отключить сигнализацию и вызвал возгорание. Образовавшийся пожар привел к гибели оказавшейся внутри семьи. Три человека, супруги и ребенок, сгорели заживо из-за эгоистичных действий задержанного. Подозреваемый утверждает, что невиновен в смертях, так как не знал о присутствии людей в доме. Ведь он никогда не бывает виноват, не так ли? Вот некоторым прям стоит удивительно, на что способны всего несколько висков. Не бойся, ты действительно не виноват. В конце концов, кто знает, кем были эти люди? Убийцы, мучители, чудовище. Давай, придумай еще какую-нибудь причину, почему они должны были погибнуть. У тебя это отлично получается. Ты грустой показать тем, кто всегда я ни в чем не виноват. Вот этих вот песен, сука. Да, я же всегда проявляю. Заюбуду. Давай я дам тебе подсказку. Кто в чем виноват? Как там было у тебя? Муж виноват в смерти жены, жена убила ребенка. О, ребенок, я не знаю. Был чудовище, мы убил их обоих. Подойдет? М, а от меня что надо делать? А, дальше просто. Нет. А че? А! Все понял, ребенок типа на двоих должен смотреть. Вот, на двоих они должны. Смотрите, что так только понять бы, кто отец, а кто мать. Видимо, это мать, подожди. Давай так тогда, допустим, что это мать, а это отец тогда только у него черепчета меньше. Тут кидает его было правильно. Ай, я в центр должен встать. Боявся. Ну почти сейчас. Вот так. Принятие. Такого я не ожидал. Не думал, что нам придется прощаться. Ну, до встречи. Может тут реально несколько концовок? Жаль, что признание не может исправить прошлого. Четки. Ты знаешь, что убил их. И ты будешь помнить об этом, что бы ты ни выдумал. А значит, мы будем вместе. Навсегда. Прикольно. Да, игра шикарная, слушай. Все, мы за 25 минут что-ли пришли. Последние два этапа, но они какие-то коротенькие согласились. Да ладно, еще раз. Сейчас мне, наверное, просто надо уйти, да? Отказался от дела и уйти. Только вот куда? Вот, наверное, вот она. Моя машина, я не вижу. Да, вон она. В машину я залезть не могу. Это что, это не конец, что ли? Эй, ты куда пошел? Мы же договаривались. Серьезно? У нас мало времени. Иди к дому. Может тут это вот две концовки. С этого момента начинаются. Надо было посмотреть в интернете, сколько тут всего концовок. Нет. Какая-то глупая концовка. То есть, реально? Ну, сейчас посмотреть надо будет. Сейчас, 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 подожди. Мне прямо интересно. Если тут всего одна, то что я пытаюсь что-то добиться, а? Игры, дом на холме. Так, сколько концовок? Так, дом на холме. И сколько тут всего концовочек? Посмотрим. Потому что, если тут несколько, то я хочу несколько открыть. Но если всего одна, то смысл, что я буду правильно туда-сюда перепроходить 10 раз. Все концовки. То есть, тут несколько концовок есть. Сейчас надо посмотреть, сколько их всего, и я уже сам буду открывать их. Поп, спойлер, никак бы не поймать. Так, 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 так. Сейчас найдем. Подожди. Подожди. Что-то тут не пишут, сколько их. Ага. Да, что-то, короче, не буду, наверное, это время тратить. Давай-ка просто пройдем, а там я уже посмотрю, как открыть остальные концовки. И все. И будем уже открывать другие концовки, если там немного. Если там с последнего сохранения надо сделать. Если там полностью игру всю перейти, то, значит, оно мне надо правильно. Это и если захочешь, уже сам пройдешь. А что, вроде играй хорошая, неплохая. Да, на фрезы, конечно, бывает, но это проблем с оптимизацией. Эй, ты куда пошел? Мы же договаривались. А, то есть, это и была типа ужасная концовка? Серьезно? У нас мало времени. Иди к дому. То есть, там все концовки подряд должны идти, что ли? Или я эту бы не открыл, если бы не начал уходить? Нет. Какая-то глупая концовка. Так, допустим. Предположим, что мы одну концовку открыли. Посмотрим, эти ворот открываются, нет? Посмотрим, что можно будет сделать. О, дверь опять взломана. А, да, он даже... Это не перебор? Нормальная концовка? Времени нет, нужно оставить, как есть. С каких пор я начал с собой строить? Не могу больше. Нужно отвлечься. Это тебе не показалось, что он реально очень тихо сказал. Я даже не услышал, что он говорит, я прочитал внизу субтитры. Если еще раз так будет, я вслух прочитаю. Не могу выбросить детство из головы. Не знаю почему. Я всегда знал, кем буду, когда вырасту. Мой отец позаботился об этом. Директор завода, влиятельный человек. Большие планы. И на меня были планы. Но для начала, расписание на каждый день. Проснулся в пять, работа по дому, школа. А в вечер, настоящая работа. Но? Каждый день подготовка к будущему. 14 лет, младший помощник в сортировочном цехе. 15, старший помощник. Заведующий цехом в 24. Заменишь отца к 31-му. На сомнение времени нет. Готовься. Ради него я работал. Каждый день. Я видел это. Мне не с кем было поговорить. Некуда идти. Я даже не представлял, как. Поэтому снова и снова. Пусть и каждый день одно и то же будет близко. Я нашел выход. Какой ты нашел выход? Я не понял. Начало получалось не очень. Дурацкие рассказы. Стыдно вспоминать. Но они дали мне возможность отвлечься. Так и что за звук? Звук принтера был, но он ни хера не распечатал. Письмо от издателя. Возможность уйти. И в 18 в свой день рождения я попытался уйти по-настоящему. Уважаемый мистер Мист. Прошу прощения за поздний ответ. Я хотел полностью прочитать вашу работу. Серые джентльмены. Послушать мнение своего коллеги. Скажу честно, ваш стиль еще не слишком отточен. А дняка меня заинтриговала. Ваш талант описывать атмосферу и поддерживать тон повествования. У меня до сих пор мурашки от этих мрачных описаний. И на планетной бойни. Пожалуйста, ответьте на это письмо, если вы еще хотите издать. У нас свою работу полагаю, что мое предложение сможет вас заинтересовать. Ух ты. Так, настройки. Диалог все равно слишком тихий теперь стал почему-то. Отец был в ярости. Запер меня. Использовал свои методы воспитания сильнее, чем обычно. Но это было в прошлом. Я смог уйти, вот что важно. Забыть все это. Но главное, найти особенную девушку. У нас появился прекрасный ребенок. И жили мы долго и счастливо. Пока. Пока нас не убил тот самый, да, в пожаре. Чувак. Так и куда? Мне скорее всего на второй этаж. То есть это нам все время подсказывал в наушник тот самый чувак, чья семья погибла в этом пожаре. Правильно? От преступника, который вор. Ага. Да, 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 да. Так, а что нам надо сделать? Ага. Больница Рояна Лондон. Доктор Пиртнам, я могу так. Уважаемый мистер и миссис мист. С ожиелением сообщаю, что состояние Оливера ухудшается. Риоциуагат позволит облегчить его самочувствие и увеличить качество жизни. Но он не способен устранить причину, его проблемы с сердцем. Я настоятельно рекомендую вам как можно быстрее дать свое согласие на более радикальные методы лечения. Мы запланировали курс приема медикаментов, который умеет шанс, наверное, уменьшит шанс привести работу сердца в норму. А имеет шанс привести работу сердца в норму. Я сомневаюсь в необходимости операции, но хочу предупредить за то, что она может появиться в будущем. Предлагаю обсудить лечение вашего сына при следующем посещении. Как много? Мы старались как могли. Пустое. Счета за лечение только росли. Я начал получать отказы, так что деньги заканчивались. Устроился на вторую работу, потом еще на одну. Не хватало. Но был шанс. Расходы за месяц? Шесть тысяч евро? Ох, нихера себе. Так, ладно, тут чем? Каждый шаг по лестнице отдавался протяженным скрипам. Люк в потолке вывел его на чердак темный, лишенный всех следов звук и цвета. Единственное, что на мгновение могло разрушить тишину. Челчки старого фотоаппорота. Единственное, что могло ему видеть скульный свет, вспышки. Он нащупал ручку двери, приоткрыл и еще раз нажал на кнопку за дверью. Неподвижно стояли фигуры. Это мне на чердак. А, надо идти, и все. Это все щита, да? Да, это все щита. Ох, ебать, тут сколько щитов. А, и, наверное, поэтому он решился на ограбление. Чью историю тут рассказывают? Про кого я речь? С ним все в порядке? Врач говорит, что он стабилен. Хорошо. Хорошо. Ты уже успела вздремнуть? Еще нет. Операция только закончилась. Ты как? Писал. Часть с маньяком готова. Я успею. Может, возьмем еще один кредит? Мы и так в долгах. Больше нам не дадут. Мне нужно только дописать и... Ты можешь позвонить отцу. Надин, ты же знаешь, нам нельзя. Я уже говорил с ним, у него были планы на меня. А теперь у него планы и на Оливера. Он... Он его сломает. Он настоящий монстр. Эйден, да мне все равно, кто он. Да пусть у него хоть рога будут. Мы о сыне говорим. Послушай. Если он даст нам деньги, то уйти мы не сможем. Никогда. Нет. Я... Я продам книгу, и мы все уладим. Эйден, твоя последняя книга до сих пор лежит в столе. Вместе с предпоследней. Откуда ты знаешь, что купят эту? Ну вот это я уверен. Я тебе обещаю, это моя лучшая работа. Нужно лишь дописать ее, и все будет в порядке. Веришь? Один месяц, Эйден. Потом мы звоним твоему отцу. Я справлюсь. Обещаю. Просто скажи, что ты мне веришь, и я все сделаю. Один месяц. Вот это правильно, да? Такая, однако, длинная история оказалась. Я не ожидал такого. Но придется до конца проходить, что уж что. И сейчас разделю на две части. Я оставлю все это. Смогу вернуться. Работать отца. Мы что-нибудь придумаем вместе. Но мне осталось всего пару дней. Эйден, ты в порядке? То есть это выбрать, да, концовку? Нет, 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 нет. Мне осталось только все проверить. Еще чуть-чуть. Может, неделя? Прошло уже больше месяца. И я знаю, что ты работаешь. Просто... Хотела сказать, что Оливер стабилен. Доктор ждет, и... Аж если я попытаюсь ее уговорить, она не поверит. Либо я заканчиваю книгу, либо... Сколько времени ты уже не выходил? Эйден, я не могу переживать за вас обоих одновременно. Мы должны решить это, и решить сейчас. Твой отец поможет, и... Все не так уж плохо. Ты сможешь вернуться к книгам позже, если захочешь. Ты к черту книги. Если он получит контроль, с Оливером будет то же, что и со мной. Она не понимает. Что бы ни случилось, мы пробьемся. И я уверена, что с твоим отцом все не так плохо. Мы договоримся. Или сообразим что-нибудь. Оливер спрашивал, где ты. Я сказала, что ты работаешь. Давай сначала одну концовку выберем, потом вторую. Ведь каждая клетка вызывала у него озноб. Короче, если что... Считай внизу, что они говорят. Они были заброшены уже много лет. Но глупая мысль, что в какой-то из них еще скрывается обезумный нащиплетник. А не дает ему покоя, да еще его напарник ведется. Странно, что-то здесь явно не так. Осталось немного. Я закончил концовку. Нужно только отполировать, и... Оливер будет здоров. С нами. Надин не поймет. Нам придется расстаться, но... Оно же того стоит. Ты обещал. Прости. Я все понимаю, Эдон. Я правда понимаю. Заканчивать буду. Надеюсь, что тебя все помнитит. Прошу. Так, ну это, допустим, вторая концовка, да? Плохая, это когда я полностью ушел. Так, это вторая. Когда я все-таки выбрал книгу, он спас своего сына. У него была своя жизнь. И этот. Но жен... Пришлось расстаться с женой. С какого момента я тут начну все с Анво? Да, это долго. С какого момента я могу выбрать другой концов? А, о, слушай, это нормально. С этого момента можно. Тогда сейчас и последнюю треть. Ну, я надеюсь, их всего три. Я оставлю все это. Смогу вернуться. Работать у отца. Мы что-нибудь придумаем вместе. Но мне осталось всего пару дней. Так, сейчас, подожди, я тут еще увидел. Все было так странно, сюрреалистично. Она снова стояла здесь, в сторонах гаража, как будто никогда не покидала. Здесь, среди этих знакомых с Дин, поместье начало казаться ему странным. Возможно, это сон. Может, это бесконечный ужас. Или эти смерти, лишь выдумка усталого разума. Неважно, пора возвращаться к семье. Он снял наушники, открыл дверь, ведущая внутрь. Яркий свет ударил глаза. Домой, наконец-то. Он сделал шаг. Либо я заканчиваю книгу. Нет. Это неважно. Привет, Надин. Ну все. Привет, Надин. Как запороть целую концовку. Привет, Надин. Сык. Ну все, я думаю, я все три концовки получил. Правильно. Пытался свалить. Он сказал, конец. Плохой конец. А, то, скорее всего, не концовка. Вот две концовки. Он остался с женой. Он стал рабом бати. Да, да, да. Либо в книге, это он спас свою сыну, но остался с женой. Ну, короче, на этом все. Все ссылки в описании. Напиши в любой комментарий, поставь лайк. Это поможет видео продвинуться также. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом же скоро увидимся.